Религиозные не работают, не платят налоги, да что только не услышишь в Израиле в сторону религиозных. Сегодня разберем, что важнее изучать Тору или работать. Я напоминаю, что мы продолжаем изучать Пиркево по учению отцов и наполняться этой святостью. Мы остановились на второй главе, второй мишне. Что это за фраза сказана в первой лекции? Итак, поехали. Рабам Гамлиэль, сын Раби Иуды Анаси, говорит, хорошо сочетать изучение Торы с Деррих Эрит, с ремеслом, ибо такой двойной труд отвлекает от греха. Любое же занятие Торой без работы в конце концов будет напрасным и повлечет за собой грех. А все, кто занимается общественной деятельностью, должны делать это во имя небес, ибо помогает им заслуга праотцов, чья праведность пребудет вечно. Я обещаю вам такое великое вознаграждение, как будто вы все сделали сами. Итак, поехали разбирать. Тора с ремеслом. Изучение Торы и труд вместе ослабевают животную сторону человеческой души, и этим отдаляют человека от греха. Занимайся Торой во время работы, чтобы твой мозг был занят Торой, а твои руки трудом. Более того, тот, кто работает, как правило, имеет возможность увидеть божественное провидение, аж ГХ протит, в маленьких стечениях обстоятельств, которые просто изобилием происходят в мире бизнеса и труда. Вдруг это произошло. Сколько реально мы можем... Можете в комментариях написать, было ли у вас такое, когда там важна какая-то сделка, и вдруг вот это произошло. Ожидали и вот это. Вдруг надо долг заплатить отсюда деньги, оттуда. Каждый раз это чудеса. Просто чудеса. Поэтому участью большинства людей не является полное сокрытие в шатре Торы, поскольку только через освященные заповедями взаимодействия с материальным миром можно достичь реализации целей творения. Более того, мы знаем, что когда Адам и Хава согрешили, Адам был наказан тем, что в поте лица своего будешь зарабатывать на хлеб, на жизнь, трудиться. Адам и Хава, мы знаем, что Всевышний проклял тем, что она будет в внуках вынашивать и рожать деток. И, кстати, недавно только обсуждали мнение, что поскольку сейчас есть очень много облегчающих родов, роды процессов, это значит, что уже вот-вот придет на шеях, потому что уже женщина может родить, слава богу, взятие обезболивающее и с комфортом, и с удобством. То есть уже это облегчается. Несмотря на этот постулат Рабана Гамлееля, во всех поколениях были люди, которые полностью предавались изучению Тору. И более того, мы знаем, что наш народ поделен на Исахара, Исвулуна. И задача первой части народа — это изучать Тору и привносить святость в этот мир, потому что изучая Тору, мы просто тянем этот свет вниз. А задача второй группы — это обеспечивать тех, кто изучает Тору. Поэтому у каждого есть своя задача в этом мире. Некоторые переводят выражение Дерех Эритс как «праведное и скромное поведение», то есть Тора и Дерех Эритс вместе превращают человека в «праведника». Если ты изучаешь Тору, показывай это также своим поведением. И не гоже, если сегодня ты такой весь благородный, а завтра идешь и, не дай бог, грешишь. Дерех Эритс также означает «этикет». Если возникает противоречие между соблюдением Тора и этикетом, нельзя становиться фанатиком и пренебрегать условностями. Но нельзя и пренебрегать Торой ради соблюдения этих условностей. Необходимо найти способ соблюдать и то, и другое без ущерба для чего-то одного. Тот, кто занимается общественной деятельностью, должны делать этого имя небес, то есть нельзя восхвалять себя, сказав, что это я трудилась, ай да молодец, это потому что я вот это сделала и вот это, и вообще я вся такая высокая, не дай бог, от этого ты теряешь все свои заслуги. А здесь написано, что ведь все, что ты делаешь, это заслуга праотцов. Твой успех не должен превращать тебя в гордеца, потому что ты обязан им не своим талантам, а заслуги праотцов еврейского народа. Кроме того, лидерам общины помогают в работе заслуги их предков. И написано, я обещаю вам вознаграждение, как будто бы вы все сделали сами, хотя вы обязаны своим успехам заслуги праотцов. Если ваши намерения были во имя небес, я Всевышний награжу вас, как если бы это вы сами привели избавление народу Израиля. Рамбам предлагает иную интерпретацию. Люди, занимающиеся активной общественной деятельностью, иногда вынуждены пренебрегать исполнением заповедей в пользу своих общественных обязанностей. Поэтому Бог говорит, я вознагражу вас, как если бы вы исполнили эти заповеди, потому что вы служите обществу во имя небес. И дай Бог, каждый наш день мы будем понимать, что все, что мы делаем, это все во имя небес, и это все нам возможности дает Всевышний. Все условия, в которых мы находимся, все материальные возможности, все таланты, все желания, которые у нас возникают, это все нам дает Святой Благословен Он. Итак, мы переходим на третью мечту. «Остерегайся в обращении с власть придержащими, ибо приближают они к себе человека только ради собственной выгоды. Притворяются друзьями, когда это выгодно им, но не помогут человеку в час его нужды». Власть, придержащая эти слова, могут относиться также к силам, управляющим человеком, к разуму, сердцу и животной душе. Будь осторожным с этими силами. Они могут требовать вредных для тебя вещей и при этом казаться твоими друзьями. Они заставляют тебя думать, что их желания принесут тебе пользу. Даже благотворно повлияют на твой дух. На самом же деле, в конце концов, они могут тебе повредить. И мы действительно видим это так, что человек, казалось бы, мы все осознаем вред курения и опасность курения. И вообще просто никакой пользы от этого нет. Мы все это прекрасно понимаем. Но при этом разум человека и животная душа, она начинает им говорить. Ты сейчас выйдешь там, подышишь, отдохнешь, возьмешь себе перерыв от работы. Ты делаешь то, что ты хочешь, да на тебя не повлияет. Да ты все равно сейчас ничего не получишь, а потом будет. Потом уже у человека вдруг легкие отказывают ноги, вдруг надо ампутировать, вдруг это. Ты сам делал вред себе. Интересно, что Всевышний сначала создал наш мир качеством суда. Это мерой суда. Это значит, что как только бы человек согрешил, он бы сразу получил бы как бы наказание. Если он, не дай бог, согрешит. Но Всевышний понял, что мир так не сможет просуществовать. Именно об этом Всевышний добавил качество милосердия в сотворении мира. И что значит, что человек не сразу, в общем, получит наказание за свой грех. И это значит, что у него есть возможность раскаяться. И это значит, что он не сразу видит результат и плоды своего греха. Сколько раз мы знаем, да, на нас это вредно повлияет. Если я съем там 10 шоколадок в день. И если я вот это буду делать. Но при этом мы продолжаем. Поэтому надо очень четко отслеживать, когда мы идем на поводу у этих сил. С другой стороны, ты не можешь полностью отстраниться от своей животной сущности. Тебе следует уделять ей внимание, поскольку ты стремишься усовершенствовать ее. Однако будь осторожен. Разумеется, что мы должны ухаживать за нашим телом. Прислушиваться, как нам комфортно. Где нужно отдохнуть. Где набраться сил. Где вкусненькое хочется. Да, поощрять. Да, но надо знать грань. Здесь напоминает об этом, как важно. То есть, казалось бы, мы прочитали отрывок, что остерегайся в обращении с власть придержащими. Ибо они приближают человека, когда им выгодно. То есть, казалось бы, это про власть. А тут смотрите, какой такой скрытый смысл. Это про нашу власть, которая руководит нами. Как же важно брать это все в наши руки и контролировать. Раби Доббер из Любавича пользовался большим уважением российских властей. Однако он не поддавался их влиянию, цитируя эту Мишну. Ведь власти мужчины приближают к себе, как только ради собственной выгоды. Как ничто не забывается в небесном царстве, так ничего не помнят в царстве земном. Итак, идем дальше. Четвертая Мишна. Он часто говорил, выполнял его волю как свою, чтобы он выполнял твою волю как свою. Подчини свою волю перед его, чтобы он подарил волю других ради твоей воли. Гилей говорит, не удаляйся от общества и не будь уверен в самом себе до самой смерти. Не остуждая ближнего своего, пока не окажешься на его месте. Не говори того, чего нельзя понять, надеясь, что в конце концов тебя поймут. И не говори, я буду учиться, когда появится досуг. А вдруг не появится и не успеешь. Интересно. Итак, в первом пункте рабам Гамблиэль убеждает нас изменить свою волю таким образом, чтобы она стала сходной с волей Творца. Ведь как только человек определяет свою цель, его разум и сердце устремляются к ней. Например, подкупленный судья будет искренне считать, что правда на стороне того, кто дал ему взятку, поскольку его умозаключения определяются заранее его подготовленной волей. Во втором пункте он говорит о более высоком уровне, на котором человеческие желания становятся несущественными, нет более я, даже обладающего волей и соответствующей волей Всевышнего. Само эго перестает существовать. Согласно Мэйри, в первом случае идет речь о предписывающих заповедях, а во втором о запрещающих. Интересная вещь, что когда человек хочет сделать грех, Всевышний не мешает делой. Но и когда человек хочет сделать доброе дело, Всевышний тоже не мешает делой. Так пусть у нас больше нас будут подталкивать к добрым делам, потому что наше рвение будет к добру. Итак, как свою волю? Например, распоряжайся своими делингами, чтобы исполнить заповедь столь щедро, как ты тратишь их на свои нужды. То есть, если нам нужно дать кому-то деньги на завтрак, мы такие думаем, ну 20 шекелей ему хватит, там булочку купит, кофе. Но если бы нас спросили, сколько тебе дать денег на завтрак, мы бы сказали, там 300 шекелей, 500 долларов хватит мне на завтрак. Для себя нам кажется всегда много, чтобы наши намерения совпадали с намерениями Всевышнего. Например, мы должны захотеть, чтобы несовершенный мир, в котором мы сейчас живем, стал миром согласия и божественного знания. Ведь это желание Всевышнего, чтобы мир стал лучшим, совершенным. И мы должны сделать так, чтобы наше стремление к окончанию изгнания снова стало также божественной волей. В этом случае очевидно, что его воля станет твоей волей. Когда в Торе говорится о материальной награде за соблюдение заповедей, как это должен понимать человек? Когда человек по-настоящему счастлив, его радость пронизывает все его существо. Он улыбается, начинает прыгать, хлопать в ладоши, танцевать. То же самое относится к Торе. Как ты сможешь убедиться в том, что ты действительно усвоил Тору? Ты можешь определить это по своему физическому состоянию. Когда в Торе описываются награды за исполнение заповедей, особенно великое изобилие, которое, как подсказывает нас, в супе Твесянские времена. Речь идет о высшей ступени наполненности Торой, когда она отражается даже на физической реальности. Этот процесс полностью завершится с приходом Машеха, когда не будет противоречия между материальным миром и его божественным источником. А ощущаем мы это, радуемся, так же, как и ребенок, которому вот нашему сыну мы говорим, давай, сейчас вот это сделаешь, и мы купим тебе, давай, мы за всю неделю собираем галочки, за то, как ты просыпался, делал на тело те, да, им говорил молитву, давал вздоху, и в конце недели купим подарок. И когда он только слышит, что я потом получу подарок, он начинает, да, да, подарок, я буду делать. А мы так делаем наши заповеди, осознавая, что каждое наше действие будет ускорять приход Машеха. Мы так прыгаем, а мы так радуемся. А почему нет? А мы должны радоваться. Все вышли, да, сейчас вот наш урок, который вы слушаете, который я провожу, Он добавляет света в этот мир. Ура! Порадуйтесь вместе со мной. Насколько это важно осознавать и понимать, и тогда воля Всевышнего становится нашей волей, а наша воля становится волей Всевышнего. Что здесь означает и тогда? Почини свою волю перед Его, чтобы Он подавил волю других ради твоей воли. Что это значит? Всевышний нарушит план тех, кто пытается причинить тебе вред. Согласно другому толкованию слова, другие обозначают здесь самого Бога. То есть сам Всевышний поступит со своей волей ради твоей. Согласно Талмуду, тот, кто исполняет заповедь надлежащим образом, может отменить повеление святого благословен Он. Или очень часто сказано о раскаянии, молитве и добрые дела, просто изменяя суровый приговор. Очень часто даже нашими желаниями все исправить раскаяние. Я хочу все исправить, я хочу быть лучше, я хочу быть добрее, я хочу быть святей. Только наше желание, оно уже изменяет волю Всевышнего или какой-то приговор, который вот висел над нами. Знаете, насколько это мощно? Гилель говорит, не удаляйся от общества и не будь уверен в самом себе до смерти. Это то, что мы читали. Это Гилель старший, упоминавшийся выше. После того, как приводится высказывание потомков Гилеля, возглавлявших Синедрин вплоть до раба Магавлиеля. Гилель упоминается в Мишне снова. Снова общество, будь с ними в минуты печали, потому что человек, удаляющийся от общества, не сможет быть с ними в минуты радости, приехав в город, соблюдая его законы. Например, когда ангелы гостили у Авраама, они ели или делали вид, что ели. А Моше, встречаясь со Всевышним, аналогично ничего не ел, подстраивался под ситуацию. Общество называется на иврите Цибур. Это акроним, включающий название трех групп, образующих общество. Это Цибур, Цадик, Бейт, Рэйш, Цадиким, Бейнуним и Рэшаим. Праведники, средние и злодеи. Об этих трех группах можно прочитать в книге Танья. Написал эту книгу, Ликутэ Амарим написал эту книгу Альтер Рэбе, Рэпшнеур Залман из Лят. Так вот, общество делится, праведники, средние, грешники, злодеи, из которых злодеи находятся в меньшинстве. Однако от общества, в котором преобладают злодеи, нужно держаться подальше, потому что нельзя быть уверенным в своей способности, справиться с их влиянием. Не надо говорить, вот я сейчас пойду в бар или в ночной клуб и всех изменю. Нет, скорее всего, там человек и согрешит, а не всех изменит. Не будь уверен в самом себе. Даже если тебе кажется, что у тебя есть некое положительное качество, продолжай работать над его усовершенствованием, иначе ты можешь утратить его. До самой смерти. Первый священник Йоханн служил на этом посту в течение 80 лет. Однако под конец жизни стал садукеем, поэтому очень важно всю свою жизнь. Не осуждай. Если ты узнал, что твой друг не устоял перед искушением, не суди его слишком строго, пока сам не окажешься в подобной ситуации и не преодолеешь соблазн. Вообще с осуждением надо быть очень осторожными. Сказано, что в тот момент, когда человек попадает на небесный суд, заканчивается его испытание и возможность что-то изменить и исправить в этом мире, человек умирает, душа покидает тело, и когда он появляется на небесном суде, то сказано, что сначала его просят осудить, определить наказание для человека. И он судит кого-то. На самом деле в этот момент он судит себя, не зная, что он судит себя. Если человек всю жизнь привык не оправдывать людей, а осуждать их, разумеется, на небесном суде, если он осуждает человека, он сам себе выносит приговор. Поэтому как важно на протяжении всей нашей жизни оправдать человека, не осуждать его. Мы не знаем, что каждый из нас проходит, сколько боли каждый из нас проходит, сколько испытаний, сколько радостей, сколько искушений. Поэтому дай Бог, мы каждый будем справляться и каждый смотреть на свою миссию в этом мире. Дай Бог. Избегай высказываний, которые сначала кажутся глупыми, но по зрелым размышлениям оказываются глубокомысленными. Твои слова должны быть понятны слушателям и не должны требовать много усилий для понимания их значения. Вот я сказал, вы все не так поняли, а я вот это имел в виду. А, там если покопаться, действительно вот так. Но люди с первого раза не поняли, зачем. Не надо делать, чтобы сложно было понять. В противном случае ты можешь ввести людей в заблуждение и не совершать ошибку. Кроме того, не раскрывай секретов и не греши тайно, ибо то, чего, по твоему мнению, нельзя услышать, в конце концов будет услышано. Или, как говорят, и у стен есть уши. Когда появится досуг. Не говори, я буду учиться, когда появится досуг. Вот я послушаю лекцию, когда будет время. Вот, когда будет время, когда будет время. То есть, на более глубоком уровне это означает следующее. Я буду учить Тору, когда избавлюсь от отвлекающих мыслей и низменных инстинктов. Вероятно, что нам никогда не удастся освободиться от них. Начинаю учить Тору, даже если мы далекие. Даже если мы еще ничего не соблюдаем. Даже если мы еще вообще ничего не знаем. Только начинаем. Нас это не должно останавливать. И на этом мы заканчиваем. Итак, мы остановились на второй главе, четвертая мишна. И в следующей встрече мы продолжим с пятой мишны. Невежда не может бояться греха, неучь не может быть праведником. Что же это значит? Итак, до встречи. Надеюсь, вам нравятся наши лекции. До встречи, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok